Незабываемые страницы истории Хайфы и её жителей в рубрике журналиста Татьяны Калимович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И вновь мой репортаж о выставке. Сразу два больших события. Выставка фотографий и галоконцерт под одним лозунгом «25 лет большой Али», организованный под эгидой Министерства Али и Абсорбции, Городского управления Абсорбцией и Униципалитета, доставили удовольствие хайской публике до отказа заполнившей фойе, где экспонируется фотография на тем и большой зал аудиториума 24 марта 2015 года. С праздником собравшихся поздравили открывшую выставку заместитель Мэра Хайфа Юлия Штрайм и директор Северного отделения Министерства Али и Абсорбции Моши Ары. На выставке представлены 72 работы, 30 фотографов клуба «Сафон», отобранные художественным советом. Выставка родилась экспромтом. Буквально за месяц собрали работы, за два дня оформили художественные фотографии и выпустили каталог. Об этом рассказали организаторы многочисленных фотовыставок, энтузиасты своего дела Лев Тарнопольский и Борис Беленький. Мы можем увидеть на выставке их работы. Три представлены в Тарнопольке фотографии экспонировались незадолго до этого на международной выставке «Мир без границ» в Центральном выставочном саде Союза художников в Москве, возле парка Гойкова. Они сделаны в выставке, и одна из них – это последняя из фотографий, снятых фотографом на пленку. Плёпка была немного испорчена, но проявившиеся дефекты неожиданно для самого фотографа превратились во впечатляющие эффекты, и фотография религиозного еврея Шафаром приобрела известность. Борис Беленький и свои работы хотел бы объединить под таким девизом «В Израиле зим не бывает, но есть в Израиле места, где каждый год выпадает снег». Представляю вам, факт. Фотограф предпринял специальное путешествие за снегом, почти как в песне поется за туманом и за запахом тайги, что не так уж просто, ведь как только выпадает снег, перекрывают все дороги. Но он сделал невозможное, и вот фотографии снежного Израиля перед нами. В каком-то смысле выставку можно назвать ретроспективной. На ней представлены работы прошлых лет, лучшие работы авторов, в которых отражена наша жизнь, жизнь на линии, жизнь и творчество самих фотографов. Не мыслящие свою жизнь без фотографий, смотрящие на мир через объектив фотокамеры, многие из них за прошедшие годы стали настоящими калифеями, мастерами. Давид Кумрас не умел рисовать, и поэтому в 17 лет начал фотографировать. За 47 лет занятия фотографий принял участие в 53 международных фотовыставках. Получил звание международного фотокудожника в организации «ФИАП», и, как он сам признается, фотография для него — это образ жизни. Когда я спросила фотографа, не мешает ли это домашним, Давид с юмором ответил, что сложнее было, когда ему нужна была темная комната, и он запирался в ванной. Герой работ Кумраса на выставке — это профессор Женевской консерватории Сергей Островский, снятый во время концерта в Севоне. По звуке скрипки в движении и объектива, и фотоаппарата. Лариса Герштейн сказала фотографу, что она неважно получается на фотографиях, а Давид сделал ее партнер с гитарой во время концерта за так удачно, что фотография попала на обложку диска ее песен. И третий — это эфиопский парнишка, который закидывает в прыжке мяч в корзину. Он занимался этим всю переменку на зависть окружающим. «Я вынул фотоаппарат и сделал снимок», — рассказывает учитель математики Давид Кумрас. Любимая фотография мастера — это Софер Стам. Переписчик свитков Тора, пергаментов для Тфилина и Грязос, свитков Эстер и других книг Танаха. В первый день по окончании Второй Реванской войны этот Софер Стам умудрился первым открыть свою лавку, и Давид попросил разрешение его сфотографировать. «Очень хорошо смотришься», — сказал. Фотография получила почетную ленточку в Испании и мусульманской Малайзии. И на малайзийском интернет-сайте она экспонировалась в течение года и фигурировалась в списке 40 лучших фотографий салона. В Сербии ее выбрали в числе 100 лучших фотографий среди 1600. И если уж мы упомянули о войне, а она, к сожалению, является частью нашей близне-восточной действительности, не спросясь, врывается в израильские дома и семьи, расскажу о берущей за душу истории еще одной фотографии. Она сделана после операции «Несокрушимая стена, скала» хайским фотографом и зуристианином Максимом Авидаром, членом фотоклуба «Зафон», заснявшим участника бою в газе майора Юхая Калангеля. «Солдаты очень уважали и любили своего командира. Друзья звали его Джуха», рассказывает со скрытой болью и внешним спокойствием Юрсес Калангель, отец бойца Гивати, с которым я познакомилась на открытии выставки, звали, потому что его больше нет в живых. 28 января террористы Хирсбалы в территории Сирии обстреляли ракетами израильских военных на северной границе. В результате были убиты двое военнослужащих, майора Юхай Калангель и старший сержант Турнини. Узнав из сообщений прессы о случившемся, фотограф Авидар Максим связался с семьей погибшего, проживающего кушать в универе Юрсалима, послал им с ним, приехал в этом городе, рассказал, как была сделана эта последняя прижизненная фотография их сына. И вот теперь вся семья, мать и отец, близкие, друзья бойца собрались в Хайфе на открытии выставки «25 лет большой Ли». Ведь это фото – часть их и нашей памяти о погибшем героям. Мне хотелось бы продолжить рассказ о замечательных фотографах, их работах, Игоре Спектере, его натюрморту, удивительном Сальваторе Дарьи портретах, Лилии Гойтман, Юлии Перинман, Науме Жерниском. И вы, надеюсь, услышите о них в следующих передачах Северного Экспресса. Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. Фото-репортаж на сайте klip-reporter.com Северный Экспресс – это история о Хайфе, ее жителях и история жизни.